Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Сервал, продолжаем пройдить Анукисик. Как и в следующем эпизоде мы разобрались с одним секретным квестом, и теперь нам осталось разобраться с последним, который уже не секретный, и находится он, по-моему, вот здесь. Моё дело было высказать предположение. Предположение я высказал. Попали они или нет, это уже другой вопрос. Как бы на вики и на спойлеры я не лезу уже с начала прохождения Zero, потому что там и как, я понятия не имею. Я, как бы говорю, я люблю выуживать информацию по тому, что я, грубо говоря, вижу в игре. Тихо, тихо. Послушайте, Альман, он быстро уснул. На этом мы закроем этот разговор, ребят, дальше уже, пожалуйста, всё, хватит, как бы... Тихо. Не портите мне впечатления дальнейшие. Если оказался прав, хорошо, если оказался не прав, тем лучше. Ну, похоже на то, Эйри. Смотрим на него, когда он спит, так ли он как на ангел похож. Ну что ж, богиня вроде тебя, Эйри, да родила его, поэтому это естественное. Ох, Альм. Ммм, мне очень жаль прерывать вас, но... Вы господин Альм? Ммм, а вы кто? Крозвольская полиция, прям служба соединения. Мы видели ваш запрос и пришли спросить вас о нём. О, это вы, ребят? Ммм, с хвала богини вы пришли. Это прекрасно, Альм. С этим мы, наконец-то... Да, Эйри, хоть наша крошка только родилась, но я очень много проблем для вас создал. Я был жалкий всё это время. Альм, ты обещал не говорить подобные вещи. Подождите, Альм и Эйри, они случайно не излиберла та парочка, которая поженилась благодаря Стелле Джошу, которые помогли им кольцо найти. Нет, это не те самые. Могу ошибаться. В первое время мы держали его, мы оба пообещали, помнишь? Неважно, что произойдёт. Ты и я, этот ребёнок, мы оба любим его. Мы пройдём всё через всё вместе, я помню. Я люблю тебя, Эйри. И я тебя люблю, Альм. Вау. Определённо хорошие любовники. Похоже, что не засосал их собственный маленький мирок. Похоже на то. Простите, но можно спросить вас о вашем запросе? А, да, верно. Мы хотели, чтобы вы поискали кое-кого. Простите, что вываливают на вас, но вы можете принять запрос сейчас? Да. Доверьтесь нам. О, правда? Ну, ох, я спасён. И действительно связано здесь по рукам нога, понимаете ли. Это здорово, Альм, я так счастлива. Эйри, я думаю, что Альмин тоже счастлив. Ты думаешь, ты прав, Альм. Он же только что спал. Запросы, детали запроса, пожалуйста. Да, верно. Простите. Я объясню их немедленно. Спасибо, Тио. Такими типами мы бы никогда не перешли к делу, как бы долго мы не ждали. Я хотел посмотреть это немножко немножко дольше, знаете ли. Так вот, я бы хотел, чтобы вы нашли моего отца, с кем я был разделён, когда был очень юный. Какая-то... Разделение дневной жизни? Да, мы живём в Глиберле, но... Ага, значит, что-то это могут быть действительно... А не, не помню, как правильно зовут, но возможно действительно театр, я думаю. Я, на самом деле, жил здесь, в Кроссболе, когда был маленьким. Мои родители развелись, по какой-то причине я отправился жить с моими бабушкой и дедушкой в Глиберле. Я думал, что я никогда не вижу моего отца вновь, но несколько дней назад родился этот ребёнок, плод нашей любви друг к другу. И когда это случилось, он сказал, что он хотел показать его отцу нашего ребёнка, вне зависимости от обстоятельств. Оу. У него могут быть свои проблемы с моей матерью, но для меня он мой настоящий отец. Я бы, наконец, я бы хотел, я бы очень хотел рассказать ему о счастливой семье, которую мы с Патерли вместе. И я убеждён, что моя матушка решила приехать в Кроссбол. Было слишком давно, и вы не знаете, где ваш отец, верно? Да, именно. У него должно было быть поместье на жилом квартале, но он полностью исчез. Я слышал от моей матери, что даже в сфере развода она не слышала о нём ни разу. Вот именно поэтому мы ищем его. Альмы я поспрашивали в округе, в разных местах. Учитывая это, мы знаем, что он переехал в Хрущеву, после того, как его госпитализировали. А, походу, это тот мужик, который всё это время засидел за закрытыми дверями и постоянно пил. Мне кажется, что это он. Каждый раз, когда мы приходим к нему, его там никогда нет. Может быть, он на отдыхе каждый раз, когда вы отдыхаете? Я не знаю, но у нас много опыта общения с жилым кварталом из Хрущеву. Или у тебя есть какие-нибудь идеи, кто-то мог быть жить? Кто-то такой мог жить на той улице? Так не думаю, но... Безусловно, вы помните имя вашего отца или хотя бы взор от деятельности? Разводил мордушку об этом, но я не знаю... И его занимательность всё ещё тем же. Я знаю его имя. Его зовут Геваль. Он один из городских конверсменов. А-а-а, вот этот. Фига. Как Грессмен Геваль. О, это джентльмен. О, так вы знаете его? Да, мы датыкались на него в один запрос не так давно. В случае, я думаю, что мы должны навестить его в апартаменты в трущобах. Да, именно. Позволю узнаем что-нибудь о том, как бы чего, когда его там нет никогда. Я уверен, что это судьба, что вы приняли наш запрос. Я доверюсь вам, пожалуйста, детьми отца. Мы рассчитываем на вас. Да, пожалуйста, доверитесь нам. Короче, да, ребят, на будущее. Очень аккуратно со своими шуточками и предположениями в чатике. Я читаю всё, и потом я из этого ещё информацию выуживаю. Потому что я не люблю просто так проходить игры, не думая. Не первый раз уже такое происходит. Аккуратнее, пожалуйста. Я говорю, без претензий, но на будущее. Теперь закрыт. Господин Геваль, вы здесь? Похоже, его нет. Что-нибудь не может, действительно, апартаменты, мистер Гевсоин Гевалян. Ну да, что вы делаете? А, вы используете бессодействие, да? Доброе утро, экспертантантас. Вы знаете, куда бывший конгрессмен, который здесь живет, ушёл? Я думаю, что он ушёл. Он уехал примерно неделю назад, но... Какой-то инцидент с ним связан? Да нет, на самом деле. Ну, ты объяснил, что они ищут Гевали из-за запроса Альма. А, так эта парочка пришла сюда из Либерла? Перехал сюда из Либерла? О, Господин Геваль, однако удачный вечер, человек. Вы знаете, Каспина Альма. В последнюю неделю он навещал эти апартаменты, мы об дому говорили. Ну, а Господин Геваль всегда, ну... Уехал недо долго до этого куда-то. Я не спросил, куда он отправлялся. Эээ, не идей зацепки. Это проблема. А, так себе подумать. Может быть, есть кто-то, кто знает, куда он ушёл. Правда? Да, есть определённый персонаж на западной улице, кто помогал ему, когда он был конгрессменом. Даже после того, как господин Гевальд Уе переехал сюда, он много раз не виделся. Вил, вилла, вилла что-то. Это название, где он жил. А, ну, знаем такую, да. Я чувствую, что ты, наверное, какие-то слышала. Ну, да, Никки, но как бы о чём и речь, что даже из одной фразы может родиться предположение, о котором все потом будут жалеть. Спасибо большое за ваше сотрудничество, господин Тантос. Да нет, нет, даже не думайте. Разбегите господину Гевалью и парочкой найти друг друга. Это действительно был не спойлер, но просто вот одной из этой фразы хватило, чтобы я просто зацепился с это глазами, просмотрел ещё раз эту сцену, понял, что здесь что-то подозрительное, а потом уже начал копать глубже. Докопался таки в итоге. Так, вилла, 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 это здесь. А, вот, вилла Рейзин. Что за речь о вас? Ну, это вы, может, это нужно? Простите за внезапный визит, но вы не знаете имя Геваль? Ну, вы знаете его. Действительно, риденды луха, что я истин, присмотрел на него, как он был конвесменом. Ага, бинго. Видите ли? Кто-то объяснил, что они ищут Геваль, чтобы он мог заследить за своей семьёй, со своим сыном и его женой. Понятно, что получили запрос от них, да? На самом деле, опять-таки сики паранойи, но Никита, термин взялся не просто так, понимаешь? Я этим известен, да, этим грешу, знаю, но как бы что поделать. Савелик Геваль приезжал ко мне не так давно и попросил меня лучшем месте, чтобы спрятаться в Кроссболе. Ну и ну, этот диод. Его жена, его сын и его жена. Такая милая пара. От чего он бежит? Кого же, что вы знаете, куда уехал Геваль? А почему он прячется? Я не очень понимаю. Я знаю, хоть Альм и Эйри говорили, что они приехали увидеться с ним. Возможно, это кажется тривиальным для иностранца, но я не буду это говорить. Возможно, сейчас в деревне Арморика. Я уверен, что вы найдете его, если поищите в округе. Нужно спросить... Вы должны спросить о его ситуации напрямую. Понятно. И спасибо большое. Давайте отправимся в Арморику немедленно. На, давайте. Не, подозрение достаточно хорошей, дядя Гранди, ничего не говорю. Уже действительно мои проблемы, что я из этого смог развить это все до... До того момента, до того состояния, до которого я его довел. Другое дело, что дальше, уже после этого скандалить не надо было. Так, опять же, да, тоже вы пытаетесь убедить меня, что я не прав. Тоже намекает на то, что значит, я буду мысль в правильном направлении. Лучше вообще-то в течение таких ситуаций. Мы прибыли в деревню Арморику, да? Гиваль, может быть, где-то в этом... В этой деревне, получается? Ну, давайте попробуем поискать по зрительных местах. Возможно, будет правильно поговорить с жителями деревни. Позрительные места, жители деревни, окей. Мы монстров тут же устранили, женщина. Ладно, дело ваше. Может, он мог спрятаться в сарае, но... А, ну, может быть, здесь поселился, возможно. Надо спросить, когда у владельца. О, вы садитесь с нами сегодня? У нас есть свободная комната, знаете ли? Верно, если Господин Гиваль действительно сюда приходил, вероятно, заходил в таверну. Можно вас просто спросить? Если... Нет, у вас не случайно остается человек по имени Гиваль. О, Господин Гиваль? Он приходил сюда есть, кажется, довольно часто в последнее время. Просто поесть? Не остается с вами? Нет, я не помню, чтобы регистрировал его. Ему нравится наша еда, поэтому я подумал, что он приходил сюда из города. Не думал, что он приезжал сюда вот так вот. У меня есть родственник в Арморике. Если бы дело было в этом эре, должны были знать, где он немедленно. Давайте пока что просто обыщем это место. Возможно, что он где-то хорошо прячется. Сейчас бы в порядке играть с мужиком. Генном. Хм... Так, я присутствовал на прошлых стримах. Я узнал только что, да, Марик. Ну, Тимур, и что, что об этом обсуждали? Типа, это... Прошлое стримы здесь даже ни при чем, собственно. Это те самые, которые в Ролланде, у них свадьба была во время восьмой главы СЦ. Теперь заперта. Ловит, это место было закрыто, когда мы сюда приходили... Был... Ловит, закрытый, мы сюда приходили в прошлый раз. Этот звук только что. Вот внутри есть определенный. Да, я тоже так думаю. Довольно подозрительно. Может быть, это... Давайте поговорим с главой деревни. Может быть, она что-то знает. Верно. Арманд и Элли. А, вот почему мне имена показались незнакомыми. Но, тем не менее. Ну, я что-то сразу подумал, что по манере их общения, вот этой вот, вот, любовным соплям, я сразу понял, что это они. Потому что только... Ну, как бы, это только эти персонажи могли так общаться друг с другом. И я их очень хорошо помню из-за этого как раз-таки. М-м-м, секунду, ребят. Да, вот. Ну, вообще-то, по манере их общения, потому что их родился недавно ребенок, я понял, что это они. Это что, вполне могли быть они. Добрый день, шеф Толта. О, успел суждать действия. Как могу вам помощь сегодня? Мы хотели спросить вас кое-что. М-м-м, вы позволяете кому-то оставаться в вашем сарае с пчелами? М-м-м, вы действительно позволяете кому-то там оставаться? Прошло уже где-то 3-4 дня, пожалуйста, позволяйте мне остаться здесь на некоторое время. Он сказал мне, он попросил меня внезапно. Я думаю, его звали Гаспингивань. Я так и знала. Но почему в сарае? Я спросил его, где бы он хотел остаться на место, которое неподозрительно, по возможности, было в ответ. Я не спросил обстоятельства, но я думаю, что он с меня связан с чем-то довольно серьезным. Я думаю только, что он кто-то, за кого вы ищете. Он человек, заинтересованный, относящийся к музыке, нет или что-то? Да нет, дело не в этом. Я думаю, что лучше есть рассказать в главе деревни все. Да, я думаю, что права. Кто-то объяснил, что они их искали, что они ищут Геваля из-за запроса Альма и Эйри. А, понятно, значит, что он был шокингерсмен. И конгрессмен, который... Который... Притворялся больным, чтобы избегать оплаты налогов. Как из-за думать, я думаю, что я помню, что я делал его лицо в Крослелд Таймс. Этот запрос не напрямую связан с этим инцидентом, впрочем. Глава Тулта. Возможно ли нам поговорить с Гевалем, который находится в сарае? Похоже, что он не хочет видеться с Альмом и Эйри, но даже так... Очень хорошо. Я был в плохих отношениях с моим сыном тоже. Хотя, в конце концов, проблема обернулась в том, что мы просто недостаточно хорошо говорили друг с другом. Я не хочу, чтобы кто-либо еще попал в ту же ситуацию, в которую попал я. За мной, пожалуйста. Это голова деревни Толта. У вас есть время? Есть люди, которые хотят поговорить с вами? Можете делать одолжение с этим, чтобы они ушли? Я верю, что я создал вам проблему, но, пожалуйста, я бы не хотел видеть никого некоторое время. Пожалуйста, расслабьтесь. Те, кто там пришли, это не ваш сын и его жена. Откуда вы это знаете? Миссис Эйри, вы меня слышите? Грандинская полиция, ваша служба содействия. Полиция? Кто вы хотите от меня? Простите, что вы видите так внезапно. Мы приняли запрос от господина Альмы и миссис Эйри, и мы хотели бы... Мы ищем вас. Что? Мы не добираемся забирать вас силой. Мы не хотим... У нас для этого даже оправ нет. Если вы наставите, мы объясним все господина Альмы и миссис Эйри, и отменим запрос. Пожалуйста, можете на выслушать нас? Похоже, он открыл дверь. Да, тогда заходим. Вы из Венгиваль, верно? Мы, конечно, нашли вас. Хм. Хорошо, что вы так хорошо работаете. Значит, мои же сын и жена искали меня, да? Неважно, что вы говорите, я никогда не встречусь с ними. Почему вы так упрямы? Это, наверное, очевидно. Мой сын, Аль, ненавидит меня. Нет никаких сомнений. Он ненавидит вас? Если возможно, можете донесить нам детали? Когда я был наукоргизменом, я был втянут в различные дела, связанные с коррупцией. Я работал только для статуса, чести и денег, и отвернулся от своей семьи. Хотя моя жена была не удовлетворена, она сфокусировалась на воспитывании Альма, и это ее отвлекало немного. Затем, когда я все больше и больше увлекался однажды, я сделал что-то, что с ребенком никогда не заделалось. Когда моей жены не было на месте, я пригласил мою любовницу в наше поместье. Не может быть. Вы действительно заслуживаете, значит, этого, да? Моя жена выяснила об этом только очень скоро. Наконец-то моя дорогая жена забрала Альму и вернулась в Либерлу. Я не знаю, что произошло с ними после этого, но я уверен, что и Альма, моя жена, очень болезненно вспоминает в разводе. Но из-за всего я чувствую освеженно, наверное, возможно. В день после моего развода я пригласил еще одну любовницу в мое поместье. Полагаю, с этим ничего не поделать, если он ненавидит вас. Несмотря, Энди, вы слишком прямо об этом говорите. Но он прав, с этим ничего не поделать, если меня ненавидит. Из-за концов, я был последователем бывшего председателя Карпана. Однако из-за того, что меня осудили за избегание, за уклонение от налогов, меня убрали от бывшего председателя. Жизнь бы была проще для меня, если бы меня посадили в тюрьму. Но если бы мне повезло, то я бы потерял свое место. Я не хочу показывать сыну мое последнее прошлое из-за того, что я все потерял. Я не думаю, что я смогу смириться с этим. Свингиваль. Так вот в чем дело. Можно кое-что сказать? Что? Кажется, если хотите что-то сейчас? Может быть, это правда, что вы сделали ужасные вещи, подошли к саму сыну и жене? Может быть, это правда, что вы сделали что-то неправильное в качестве корруппированного политика? Ну, учитывая то, что я только что услышал, звучит, что вы жалели о своих действиях. Верно. Вы многое обдумали из-за своих ошибок. Я верно, что все бы увидели, что вы уже через многое наказание прошли. Говорят, что вы не встретите его из-за чувства вины. В этом нет смысла. Но я также... Из того, что я понял, господин Альм ненавидит вас. Не, ненавидит вас. Ха. Господин Альм и его жена, мисс Эйри, которые дали нам... Миссис Эйри, которые оставили запрос поискать вас. Они создали любящую семью и выглядели очень счастливыми. Он попросил нас только об одном. Это... Я хочу показать отцу нашего ребенка и рассказать им о том, какую счастливую семью вы создали. Это правда. Похоже, что... Они любят друг друга очень сильно. Если они ненавидели... Если бы он ненавидел вас даже немного, его бы лицо не было таким счастливым, как сейчас. Хм. Кто знает. Если бы у него был мой пакерфейс, я думаю, что он бы смог скрыть это. Принвази, пожалуйста, не портите настроение. Ну, в любом случае, как я не говорю, ваш сын вырос в прекрасном молодом человеке. Это все, что можем сказать. Так что вы хотите сделать? Не хотите ли видеться с ними? Если вы так говорите, возможно, я увижусь с ними. Правда? Хм. Почему я должен голгать? Может, позов... Позовите их, пока я не изменил свое мнение. Хорошо, тогда я сделаю это немедленно. Хм. Позволить Гевалью морально подготовиться к встрече. Молодец там, да? Да? В этом нет ошибки. Он даже обещал, что он увидит вас с обоих. Ох, спасибо. Я что-то, говорит, не знаю, почему он прячется в таком месте, но вы, ребята, сделали это? Хм. Это здорово, Альм. Мы наконец-то можем встретиться с моим зятем. Ой, не зятем, а его назвать. Свекор, 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 свекор. Или не свекор? Подождите. Да, свекор, все правильно. Нужно извиниться, что не пригласили его на нашу свадьбу. О, Эри. Почему у тебя такое чистое сердце? Тое сердце чисто, как свежий выпущий снег. Удыводной, я люблю тебя так сильно. Ох, Альм. Пожалуйста, заходите в сарай. А? Простите. И тоже, Альмин. Прости. Ну, хорошо. Это утомляет. Слушайте, господин Гевальджи, от вас внутри. Пожалуйста, заговорите, сколько хотите. Да, мы сделаем это. Пойдем, Эри. Да, Альм. Это ты, папа? Давно не виделись. Да. Давно не виделись, Альм. 15 лет, если бы точнее. А это... Приятно познакомиться с вами, свекор. Я жена Альма, Эри. Очень приятно познакомиться с вами. Я счастлив, что мой сын нашел юную леди, такую же прекрасную, как и он сам. Ох, да ладно вам. Ау, а это в ваших руках. Это наш ребенок. Альмин, не хочешь поздороваться с твоим дедушкой? Ох, очень мило. Скажи-ка, Альм. Я знаю, что я вызвал у тебя и твоей матушке много плохих воспоминаний. Что это вдруг? Куда более... Лучше вот что скажи, папа. Посмотри на это. Глаза Альмина сияют, как чистые сапфиры. И такие же красивые, как и у тебя, Эри. Красивые, как чистое блестящее небо. Ах, ну Альм. Оф, ну разрезайся у глаз такой, как у тебя. Каждый раз, когда я гляжу на них, я хочу утопиться в них. Ох, Эри, я не позорю нашему. Ребенку исчезнуть, пока я жив. Аль, мы всегда будем счастливы. Клипывает. Папа, что ты так? Может быть, ему не очень хорошо, Альм. Я в порядке. Я, правда, в порядке. Спасибо, ребят. Говоря вам, я смог увидеть свой отца вновь. И я смог представить Эри Альмина ему тоже. Мой свекор выглядел очень счастливым. Ну, я сейчас уже смогли помочь. Да, я забыл поставить таймерники. Спасибо, на помощь сейчас сделаю. А вот вы себе нагивали. Он все еще здесь? Да, сказал, что ему нужно кое-что обдумать. Он вернется домой позже. Когда мы говорили с ним, он отвернулся от нас внезапно. И не стал показывать свое лицо. Интересно, почему. Это... Полагаю, что даже лицо... Что даже глаза Компированного конгрессмена способны плакать. Я удивлена. Тяжелый момент для мужчины. Ладно. Я уверен, что все будет хорошо. Не беспокойтесь, пожалуйста. Что вы теперь будете делать? Ну, раз уж мы смогли соединиться с отцом, Мы поговорим с ним о том, как нам связываться друг с другом. Из-за того, что моя свекровь, возможно, не такая простая, но я планирую нанести ему... Пригласить его кто-нибудь в Либерлу. Понятно. Я надеюсь, что это пройдет хорошо. Похоже, что он прекратил свою деятельность конгрессмена, потому что он, в конце концов, навестит нас. Да. Счастливое будущее ждет нас всех. Разве это не здорово, Эри? Да, Ань. Когда мы впервые взяли в руки этого ребенка, оба из нас поклялись в этом. И я готова подарить Альмину много элимарных младших братьев и сестер. Ты, я и много любимых детей. Вместе мы сделаем лучшую, созданию лучшую планету на континенте. Вот в этом мы поклялись. Я люблю тебя так сильно, Эри. И я тебя люблю, Алим. Нам, наверное, не стоило слушать все это. Ну ладно, неважно. Значит, запрос выполнен, да? Да, вы действительно помогли. Я не знаю, как бы еще могу ладить вас. Мы вернемся домой в Рибер на это время. Спасибо вам большое за вашу помощь. Пожалуйста, удачной дороги. Эри, раз уж мы здесь, может быть, пойдем прогуляемся и посмотрим деснательности? Я согласна, наверное, мы пойдем. Милый до тошноты. Слишком милые. Я бы даже сказал, немножко перебор. От начала до конца не... И еще, ребята, да? Да уж. Не ожидал, что буду так завидовать, знаете ли. Давно. Это было давно, но я тоже чувствую, что хочу навестить моих родителей к Мисс Элле. Не знаю. Я сильно уважаю свою матушку. Пожалуйста, примите мою благодарность в том числе. Я присмотрю знака с вами на Гевалин, пока он не вернется в город. Ну, спасибо за свое соорудничество. Нам тоже пора идти. Ну, пошлем. Фу, пойдем. Пойдем точнее. Надо сказать, пошли и пойдем, и в итоге получилось пошлем, да. Неудачно получилось. Ну что ж, читаем все квестики. Вроде как у нас остается только сюжет. Сейчас мы, Игорь, поздравляем. Дайте, читаем все. Здесь пойти в бонзах, где пидел быть не должно, но тем не менее. Оу! Пауэрд Сьют Зетт. Очень интересно. И что же это интересно? Давайте посмотрим. Что за пауэрсьют? Ммм... Ну... Деф неплохой, конечно. Ничего не скажешь, но... А Найт Мэрион не нужен. Ну, а о том, что нас ждет следующих эпизодов, уважаемые зрители, ну, точнее, в сюжете и в Деофронте, куда нас захотел отправить ее. Но мы узнаем в следующих эпизодах. Не можем прощаться. Большое спасибо. До встречи на Углядахо. На кисике. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!